Привет, народ! Продолжаем с вами обзоры на пришедшие покупки, совершенные в день распродажи 11.11. И следующая у меня пришла посылка, вот такая квадратная, и я не сразу догадалась, что это. Пришла она 27 ноября, в принципе, достаточно быстро. Кстати говоря, половина посылок, я заметила, шли из Эстонии. Стали, что меня удивило, обычно все-таки из Китая приходят. Вот все посылки, которые из Эстонии, они пришли быстрее, намного быстрее. Итак, посылку я вскрыла и обнаружила там, опять застрялся, вот такая тележка. Честно говоря, я, чтобы не шуршать сильно, не то чтобы я разочаровалась, но я думала, что она будет в два раза меньше по размеру. Но тележка просто суперская. Она крепкая, она тяжелая, то есть это видно, что это не пластик, это действительно металл. Пластик только зеленые вот эти части. Тележки там были разных цветов. Здесь все были и розовые, и голубые, и какие-то желтые, и фиолетовые. И я выбрала зеленую, то есть там можно выбрать цвет. Это мне понравилось. Стоила она, по-моему, около 150 рублей. Единственное, как бы, что недостаток, но я не думаю, что это недостаток производства, это скорее недостаток доставки. В процессе, я не знаю, будет не видно. Сейчас попробую. Вот тут, видите, одно колесо, оно смещено. Вот. То есть одно вот ровненькое оно крутится, а другое оно как бы погнуто внутрь. Вот. Оно тоже крутится, но погнуто. Я думаю, что это было проблемой в момент доставки. То есть при транспортировке оно погнулось. Я удивилась, почему ручка, например, не сломалась, а именно железка погнулась. Не знаю. Но это был единственный, как бы, недостаток. Но это недостаток, опять же, не производства. Это, я думаю, что проблема была во время транспортировки, и ее легко изменить, просто отогнуть это все плоскогубцами. Вот. Она гораздо сильнее была смятая, я уже ее немножко поправила. Вот. Так, тележка просто обалденная. Я думаю, что если продавец будет еще и торговать, я, ответственно, у него еще возьму. Я брала, соответственно, для моих миниатюр. Но я говорю, что думала, что она будет гораздо меньшего размера. Ну, в два, как минимум. Вот. И брала ее еще для того, чтобы посмотреть, как они это делают. Может быть, я сделаю свою тележку. Вот. И вот здесь тоже все функционально. То есть эта штучка обгибается. Сюда можно поставить сумочку или что-нибудь в этом духе. И также эта штучка сейчас вот так вот поднимается. Средай, просто немножко, потому что еще не разработано. Вот так она поднимается, раскладывается в прямую. Ее можно оставить вот так вот сверху, как будто накрытые получаются такие продукты. Или сюда поставить другую тележку, то есть целый ряд тележек. И точно так же эта штучка поднимается, складывается. То есть ее можно, например, не складывать полностью, а просто вот так оставить. Можно сложить. То есть вы все делаете сами. Безумно понравилось, что эта штука как конструктор работает. То есть вы сами все складываете. Все опускаете, как вам нужно. Немножко она вот связает по размеру, просто больше. Не рассчитали они глубину. В общем, тележка супер. Она мне безумно понравилась. Она классная. Она качественно сделана. Вот. И стоила, в принципе, недорого. Для такого размера очень даже недорого. И если нужно будет, я буду еще у него заказывать. В общем, это суперская вещь. Вот. Такая... Ну, не знаю, кстати, дополнение. То есть я вот сейчас поставила ее на госцентальной поверхности. Может быть, из-за того, что одно колесико подогнулось, или просто сама по себе тележка немножко заваливается налево. Вот. Ну, в принципе, для меня это не проблема. Я ее брала для того, чтобы... Типа как использовать для декорации на витрине. То есть, либо когда я участвую в выставках, просто на нее класть какие-то продукты. И чисто, ну, просто вот так показывать. Да, как это называется. Иллюстрировать, не знаю. В общем, для рекламы. Вот. Но если на нее будет появиться вдруг какой-то спрос. И, например, у меня было кресло, которое я тоже использовала чисто для декорации и для показа каких-то вещей. Там, в леда, еще что-то. И один из покупателей спросил, а кресло продается. На тот момент кресло не продавалось. Мне пришлось ему отказать. Хотя можно было бы на этом кресле заработать. Вот. Ну, кресло я делала сама, поэтому оно не продавалось. Но можно было заказать аналогично. А в данном случае, то есть, тележка для... Для витрины, да. То есть, для показа каких-то продуктов, чего-то, наполнения какого-то. Но если вдруг потребитель, зритель, покупатель спросит, продается ли тележка, я с удовольствием ее продам. За кругленькую сумму. Вот. В общем, такой хитрый мой план. В общем, покупка я довольна. Она суперская, несмотря на размер. И что еще сказать? Подписывайтесь. Обязательно нажимайте на колокольчик. Не пропускайте новых видео. Пока-пока.